Соберем электрическую цепь из катушки и конденсатора. Подадим на нее постоянное напряжение, а потом резко выключим его и измерим, как при этом меняется напряжение на конденсаторе. Мы видим, что напряжение на конденсаторе не упало скачком, но в контуре возникли колебания напряжения, так что конденсатор то разряжался, то заряжался снова. Период этих колебаний составляет 0,15 мс. Объясним теперь, как такие колебания возникают. До отключения внешнего напряжения ток по катушке не течет. Напряжение на конденсаторе и его заряд максимальны, и вся энергия сосредоточена в электрическом поле конденсатора. Когда напряжение отключается, цепь закорачивается, конденсатор начинает разряжаться, ток в цепи растет, и в катушке возникает ЭДС индукции, равное напряжению на конденсаторе. Когда конденсатор полностью разряжен, напряжения на нем ЭДС индукции равны нулю. Значит ток в катушке достиг максимальной амплитуды, и вся энергия сосредоточена в магнитном поле катушки. Ток в катушке не может меняться мгновенно, так что он продолжает течь, перезаряжая конденсатор. Потом конденсатор снова разряжается, и таким образом в контуре возникают колебания напряжения и силы тока, которые периодически повторяются раз за разом. Оценим период колебаний контура. Чтобы найти характерный ток, надо заряд конденсатора поделить на время. Но заряд – это емкость конденсатора, умноженная на напряжение. С другой стороны, чтобы найти характерное напряжение, которое, как мы помним, равно ЭДС самоиндукции, надо поток магнитного поля поделить на время. Но магнитный поток – это индуктивность катушки, умноженная на силу тока. Из этих двух выражений находим характерное время процесса. Оно равно квадратному корню из произведения индуктивности на емкость. Если приписать сюда множитель 2π, мы получим точную формулу для периода колебаний, которая называется формулой Томпсона. Из формулы Томпсона следует, что чем больше емкость конденсатора, тем больше период колебаний напряжения и тока в контуре. Мы взяли несколько конденсаторов с разными емкостями и по очереди вставляли их в нашу цепь. Исходная емкость составляла 3,4 нФ, вот ее график колебаний. Увеличим емкость до 23 нФ, период колебаний увеличился в 2,5 раза. Увеличим емкость до 110 нФ, период колебаний вырос еще больше. Электрические колебания в ЛЦ-контуре можно описать аналогично механическим колебаниям пружинного маятника. Отклонению груза от равновесного положения Х соответствует заряд конденсатора Q. Скорости груза В аналогична скорость изменения заряда, то есть сила тока И. Механическая сила упругости описывается законом Гука F равно КХ. В теории электричества обычно заряд выражают через напряжение Q равно СУ. Но чтобы сохранить аналогию, удобнее выражать напряжение через заряд. У равняется единице на С, умноженное на Q. Поэтому аналогом силы F является напряжение У, а жесткости пружины К соответствует величина единицы на С. В механике потенциальная энергия сжатой пружины КХ квадрат пополам переходит в кинетическую энергию груза МВ квадрат пополам. Точно так же потенциальная энергия заряженного конденсатора СУ квадрат пополам, то есть Q квадрат делить на 2С, переходит в энергию катушки с током L и квадрат пополам. Значит аналогом массы груза М является индуктивность катушки L. Вот у нас и получилась таблица соответствий электрических и механических колебаний. В наших предыдущих рассуждениях мы считали, что сопротивление проводов катушки равно нулю. Но в действительности это сопротивление составляло 150 Ом. И именно оно приводило к затуханию колебаний, которые мы наблюдали на опыте. Уменьшить это сопротивление нам не удастся, а увеличить мы его можем. Поставим в цепь последовательно с катушкой резистор с сопротивлением 200 Ом. Теперь общее сопротивление цепи стало равным 350 Ом, и мы видим, что затухание колебаний из-за потерь на резисторе усилилось. Если увеличить сопротивление цепи до 700 Ом, затухание увеличится еще сильнее.